Ну что, у нас сегодня очень интересный, очень интересный вебинар, и колода очень интересная, и тема очень интересная. То называется, чем мы живём, да, и то, что нам помогает справляться с трудностями. Колода о любви, колода об отношениях и о любви. Такая тема, которая, я думаю, я ещё не встречала, то есть не встречала, конечно, наверное, причём я так говорю. Встречала людей, которым неинтересные отношения, но их, к счастью, очень мало. Москва, да, здравствуйте, добрый вечер. Так вот, сегодня у нас разговор будет по теме колоды «Сексуальная магия» либо «Магия наслаждения». Колода, которая на сегодняшний день, ну я не видела никакой другой колоды, которая настолько глубоко и настолько профессионально раскрывает взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Любовь – это реально самая сложная тема, которую можно раскрывать и смотреть на картах Таро. Со мной согласятся практики, я думаю, потому что у всех разное понимание чувств, у всех разное понимание любви, у всех разное понимание, что это такое, кто-то чувствует, кто-то не чувствует, кто-то проявляет любовь через заботу, кто-то проявляет через служение, кто-то через самоотдачу, кто-то через… И тяжело понять иногда, потому что, мало того, что мужчина и женщина, да, как говорят, с разных планет, очень тяжело понять действительно, что есть, в чём проблема. И человек видит только то, что в нём есть, в самом, да, а то, что он, допустим, если человек не умеет… Ну, допустим, если он не эгоист, он не будет понимать, что это проявление эгоизма, потому что в нём нет. Он служит по жизни, он человек, который по жизни отдаётся вот с чистым сердцем, любым отношениям, любому человеку, кому… Ну, вот он такой, и он не будет чувствовать, он не будет понимать, почему у него странности, либо почему у него конфликт, или почему у него… вот что у него там, да, в отношениях, потому что он не… он будет видеть только то, либо его будет раздражать только то, что в нём есть. Это колода о любви, это колода об отношениях. Любовь – это замечательная вещь, которая, в принципе, свойственна… Да, ну, не знаю, как его объяснить, да, это чувства, это эмоции, это эфирный план, если с точки зрения науки. Это наш астральный план, высокий, самый… Настоящая любовь – это то, что помогает подниматься. Любовью лечат, любовью исцеляют, любовью возрождают, любовью поднимают, любовью открывают чакры, лечат, ну, кто знаком энергии любви, делают, ну, с помощью энергии любви можно добиться многого. Даже от поднятия кундалини и открытия определённых чакр тоже делается через любовь, потому что это очень сильная и мощная энергия. Это то, что помогает человеку обрести себя через соприкосновение с другим человеком. Если вы посмотрите на природу, вот как можно соединить людей? Вот так вот, как вы можете заставить жить с каким-то непонятно посторонним мужиком, да? Любовь. Вот я его полюбила, и всё, и я хочу с ним жить. Мы открываем этому человеку своё сердце. Мы отдаём своё сердце, свою душу в объятия другого человека. Почему? Потому что мы его любим. Потому что есть такое чувство, которое есть только у людей. Не знаю, читала некоторые отзывы по поводу того, что у кого-то… Ну, я не знаю. Может быть, психологи меня там поддержат. Но вообще чувство любви, оно присуще только людям. Оно присуще только людям. Возможно, это другое какое-то чувство. Я не специалист по животному миру. Но вообще считается, что это высшее проявление астрального плана, высшее проявление эмоционального плана – это любовь. Человеческие отношения, они очень живые. Это способность… Когда люди соединяются с помощью любви, когда люди соединяются с помощью чувств, у них открывается душа, у них открывается сердце. Ну, в том случае, если, конечно, есть душа. Но, как правило, у нас всех есть душа. Так у кого-то она там открыта, у кого-то она спит. Кто-то её чувствует. Кто-то душевный, кто-то менее душевный. Кто-то холодный. Кто-то пришёл. Вообще просто физический план в этой жизни прорабатывать. Но вообще человеческие отношения, они созданы для того, чтобы понять вот саму живость этой души, саму душу понять человека и красоту этой души. Отношения могут быть разными. Они могут быть бурными, они могут быть сумасшедшими, они могут быть спокойными. В зависимости от людей, в зависимости даже не от людей, в зависимости от того опыта, который соединяет людей вместе. Если разобраться, любые отношения – это опыт. Для чего нам дан человек? Для того, чтобы мы с лёгкостью прошли урок, ради которого мы сюда пришли. С лёгкостью. Я подчёркиваю, именно с лёгкостью. Те трудности, которые он создаёт, это как бы катализатор для того, чтобы как можно быстрее пройти этот урок. И если глубже разбираться в этой теме, то, как правило, в большинстве случаев, души договариваются. Там, перед рождением, что мы придём, ты мне поможешь сделать вот это, а ты в этой жизни будешь сопротивляться, а ты в этой жизни будешь не хотеть любить. Ну, допустим, я образно. Я, конечно, рассказываю так на примитивном уровне, немножко это по-другому. Это всё формируется энергетически в соответствии с кармой и дхармой человека. Но вообще, на самом деле, как бы сложно ни было с партнёром, это труд, это работа, пусть это американские, кстати, за границей называют русские горки, пусть это будут романтические серенады, либо, наоборот, это какая-то бурная, опасная река, но это то, что помогает как можно быстрее пройти, потому что любые отношения — это рост, какие бы они ни были. Даже самые страдающие, самые страшные, самые тяжёлые — это всё духовный рост. Не позная боли, не позная страданий, мы не поймём, что такое счастье. Только потеряв что-то, человек может что-то беречь, либо осознать, что ему было это ценно. Только испытав боль, он не поймёт, что такое наслаждение. И так можно говорить бесконечно. Вот просто, особенно, если вы любили русский язык, то можно бесконечно продолжать перечислять эти противоположные чувства. Потому что так мы устроены, к счастью. К сожалению, к счастью мы так устроены, что мы всё познаём в сравнении. Так вот, нам даются человек, соединяют нас в любовью, чувствами и эмоциями, вот этой вот многоликой любовью, чтобы мы страдали, мучились, либо, наоборот, пришли к этому счастью, были счастливыми, лучше, конечно, быть счастливым. Как правило, в большинстве случаев со стороны видно только счастье. Мы смотрим на счастливые отношения, и мы не знаем, что там было. Потому что любые отношения – это труд. Когда заканчиваются трудности, заканчиваются отношения. Так говорит мучитель Пакабаля. Но только в том случае, если два человека трудятся. Когда это в одни ворота, это про другое. А вот когда два человека трудятся, тогда они могут понять всю эту многоликость, все краски этих отношений. Могут понять, что снаружи, что внутри. Если люди хотя бы один раз разгребут вместе вдвоем завалы, какие-то там сложности, они реально становятся ближе. Через трудности души становятся ближе. Почему? Потому что в этих трудностях они открываются, они освобождают свое сердце. Опять же проявляется любовь, милосердие, созидание и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, можно этот опыт проходить через любовь платоническую, через любовь духовную. Но это более сложный путь на самом деле. Поэтому давайте возвращаться к этой колоде. Колода действительно очень сложная. И колода очень интересная. И она очень будет интересна в первую очередь психологам. Это первая колода из издательства Лос Карабео, которую создавал профессиональный психолог. Профессиональный психолог – женщина. Причем Лос Карабео, создатель этой корпорации, создатель этой компании итальянской, Педро, который официально создал эту компанию в 87-м году, с 87-го года он издает колоды, он сам участвует в производстве, но он эзотерик и коммерсант. Практически все колоды выходили под его чутким руководством, под его контролем. Он их создавал. Это первая колода, которую создавала женщина-психолога Лаура Туа. Вы можете послушать мою лекцию короткую, не короткую, а интенсив трехдневный по Монарии. Я как раз рассказываю очень интересную историю. Я была на интересном семинаре в Италии, там рассказывали прям, как создавалась, там прям очень интересная история, как создавалась колода Монара, можете посмотреть. Так вот, на Таро сексуальной магии работали психологи. Ну и конкретно отдельно. Понятно, что помогали другие авторы, но Лаура Туан – это профессиональный психолог, которая помогала, разрабатывала, да, совместно с художниками, с другими специалистами этой компании Лос-Карабео. Но эта колода не похожа. Да, она имеет отношение к Таро, потому что она создана по системе Таро. Мы от системы Таро никуда не уходим. Система есть система, это правило. С чего начинаются все наши уроки? Это с системы, основы Таро. Так вот, похожих колод много у Лос-Карабео. К те колоды, которые рассматривают отношения. Это романтическая Таро. Да, оно создавалось, ну, это такой коммерчески больше проект. Опять же, создавался Педро. Брались красивые романтические, ну, картинки рассматривались, там, чувствуют. Есть колода, построенная на, называется «Тысяча и одна ночь». Она полностью по мотивам, есть какие-то мотивы из Камасутры, есть какие-то мотивы из Ведической. Ну, брались картины, брались картины сборной, которые имели какое-то отношение к мужчине и женщине. Сказать, что она конкретно имеет отношение к индийской культуре, к арабской культуре. Тоже такая сборная солянка, но она про отношения, но опять же, собирали ее мужчины. Вот самое главное. Вот эту колоду сделала женщина. Таро Казанова, такая же история. Тоже красивый, но такой коммерческий проект, тоже много авторов, но создавал ее Педро. Монара. Она создана по картинам художника Монары, который рисовал, оформлял журналы, рацутский художник. Но он, колоду создавал Педро. Петро, Петро, правильно будет. У меня, может, по-интальянски, может, по-другому звучит. Декамерон, такая же история. Опять же, мужчины приложили руку. Эту колоду создала женщина-психолог. Профессиональный психолог, опираясь на работу Юнга, опираясь на последователей Юнга. Очень часто в своих инструкциях к этой колоде она ссылается на многих других авторов. Очень рекомендую почитать. Очень интересная книга. Называется «Богиня в каждой женщине». Вам потом легче будет понять эту колоду, потому что она выстроена на этих прототипах. Так вот, эта колода, созданная профессиональным психологом, она не похожа. У нее даже отличие. Да, она подчиняется системе. Четная-нечетная, мужская-женская. Старшие арканы есть старшие арканы. Опять же, система, нельзя уходить от нее. Но они настолько глубокие, что даже девочки, которые начинали учить, у меня был первый поток по магии наслаждения, многие вначале говорили, что мне очень сложно. Нам очень сложно, мы не думали, что здесь будет так глубоко и так сложно. Потому что старшие арканы выстроены полностью по прототипам богов греческой и римской мифологии. Кто работает, кем бы ни был человек, он все равно, в первую очередь, психолог. Есть у него профессиональное образование. Хорошо, когда есть. Есть хоть какая-то малость, хоть какое-то образование, потому что так легче. Но можно и без него, потому что человек, который 20 лет работает в помогательной профессии, он мало, хочешь не хочешь, становится психологом. Таролог всегда психолог. Я сейчас не хочу ни в коем случае занести профессию психолога, психотерапевта, психиатра и так далее. Я сейчас не говорю про то, что человек, который выучил колоду, это практика. Но таролог, в какой-то степени, он всегда психолог. это как общая такая тема, это помогательная профессия, без которой люди обращаются к тарологу еще так же за помощью. Для чего? Для того, чтобы разобраться со своими проблемами. Поэтому, в первую очередь, таролог, который хочет изучать эту колоду, он в конце курса в любом случае станет психологом, как минимум для себя любимого. Я сама это поняла на себе, когда я долго изучала, больше года изучала эту колоду. У меня была она очень интересная. В себе копалась, я в колоде копалась, я искала все эти источники, на которые ссылалась автор. Потому что есть определенные... Написано очень много книг по сексуальной магии в Европе, в России тоже много, на русском языке. Но все они пишутся по инструкциям. То есть в колоде дана инструкция, ссылаемся на это, на это, на это, на это и как бы опираемся на это и дальше кто как видит, кто как увидел эту красоту, кто как понял эту красоту. Но в этой колоде мало того, что взята система тайных знаний Таро, которые на протяжении 500-600 лет передаются из уст в уста от последователей главшкол, ученых, эзотериков и так далее. Каких-то тайных ячеек, тайных ордеров, как Уэйт вышел из ордена Золотой Зари. Но здесь зашифрованы знания о человеке простым очевидным языком. Почему переплетение богов и богинь? Потому что, в принципе, это то, что простым языком объяснялись какие-то истины в прошлом. С одной стороны кажется все запутанно, с одной стороны кажется все, вот знаете, как любой фильм ужасов начинаешь смотреть, начинаешь погружаться, а потом, когда ты к концу, даже в середине курса уже начинаешь понимать, как все просто, как все элементарно и почему я этого не видел. Когда ты начинаешь пласт за пластом снимать и видеть суть, вот со мной согласятся, наверное, все мои выпускники. Причем я вам рекомендую послушать отзывы о курсе, потому что, девочки, если вы меня слушаете, большое спасибо. Я сама слушала, прям прослезила. Это было очень приятно. Совершенно с вами полностью согласна. Не буду сейчас пересказывать, что говорили девчонки, потому что, в первую очередь, да, эта колода помогает разобраться в себе. Да, ты становишься, в первую очередь, психологом для себя, любимой, для людей, с которыми ты работаешь, но очень сильно меняешься, потому что, действительно, женская колода. Очень женская. Вот, знаете, такой инструмент, как себя лучше вести. Инструмент, как поступить в какой-то либо ситуации. Вот прям подсказка такая, бери, вот бери, наслаждайся, бери, используй. Используй, почему бы и нет. Причем заложено мудрейшее знание. Заложено как практическая современная психология, так и... Не могу в двух словах это объяснить, я вам сейчас покажу на примерах. Допустим, мы сейчас будем раз... Я вам покажу какой-нибудь аркан, либо какую-нибудь тему, какого-нибудь урока, который у нас там есть. Вы поймете, что я имею в виду. Цель, основная цель создания этой колоды, это, конечно, помощь специалистам, помощь тарологам, помощь психологам разобраться вот в этой вот сложных перипетиях взаимоотношений между людьми. Она живая, она действительно живая, она очень женская. Вот многие мои коллеги, там, практики, эзотерики считают Вейта и Марсельская Таро более женским таким Таро. Но это называется, они просто не изучали магию сексуальную. Ну, или сексуальную магию. Потому что, вот, допустим, Декамерон вообще мужская колода. Вот прям, все, что хочет мужчина, называется. Ну, прям мужик брал и создавал эту колоду. Здесь взаимоотношения глазами женщины с точки зрения, как их улучшить. Сильно отличается. Я чуть позже вам покажу, потому что, если сейчас присутствуют люди, которые знают более-менее колоды, будут понимать. Потому что, если вы будете смотреть на просторах интернета, кто как работает, потому что большинство не вдаются в подробности, они берут колоду и, ну, как-то, что на картинке вижу, то и рассказываю. Ну, вот просто там достают колоду, лежит она ногами вверх, допустим. Ну, вот она вот так вот, ей безразлично, она легла, ноги вверх, когда слушаешь, хотя колода действительно вот про глубокую связь, про связь, тут прослеживаются средневековые магические ритуалы и так далее, и так далее. Кто изучает, тому будет очень интересно, потому что это как раз про связывание, про то, что у него руки связаны. Да, вот если обращать внимание, они повязаны, и можно глубже-глубже рассматривать. Тут и про магические действия, здесь и про связь между мужчиной и женщиной, и про даже положение ног, это определенный символизм. Да, это должно пересекаться с картой повешенного, здесь все равно определенный символизм скрещенных вверх поднятых ног. Это реально как такое определенное доверие. Определенное доверие, и с одной стороны она связана, а с другой стороны совершенно свободна. То есть, как бы меня не привязывали, я внутри все равно остаюсь совершенно свободна, потому что человек, который свободен внутри, его невозможно ничем привязать, связать, потому что внутренняя свобода, она отталкивается все от внутренней свободы, не от внешней. Как бы человека не привязывал, не связывал, невозможно удержать. Поэтому очень интересно и очень подойдет для тех, кто хочет глубоко поизучать, быть хорошим специалистом. Вот именно для тех, кто ищет что-то большее. Именно для тех, кто хочет как можно глубже разбираться в взаимоотношениях между людьми. В каких вопросах её можно применять? Я видела, конечно, когда и деньги смотрели на этой колоде, но я рекомендую её использовать конкретно, непосредственно для просмотра взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Потому что она создана для этого. Её создавали как раз именно анализируя взаимоотношения в различных стадиях, в различных этапах развития, в различных соприкосновениях. То есть начало отношений, стадия притирки, стадия расставания, стадия, когда люди проходят какое-то столкновение с бытовыми какими-то вопросами, сталкиваются с первыми ограничениями. То есть здесь как бы сама по себе колода, она в инструкции. Возьмите вы обычную колоду, марсельскую. Марсельская очень хорошо подходит для просмотра. Она прям колода-земля. Вот прям приземлённая такая женская энергетика. Про то, что удобно, про то, что хорошо, про то, что комфортно, про то, чтобы нам обоим было за что зацепиться и, не знаю, продолжать, преумножать, ну и так далее. Она конкретно про то, как проживаются отношения. Как вот, что в данный момент чувствует мужчина, что в данный момент чувствует женщина, какая это позиция. То есть на ней хорошо просматривать страхи человека, мысли, осознанные чувства. Потому что чувства многогранны. Реально человек иногда не осознаёт даже, что он чувствует. Вот с чем мы часто сталкиваемся? Вот он мне не говорит о любви. Вот я не могу понять, что он ко мне чувствует. Вдумайте, он сам понимает. Он считает большинство раскладов, кто со мной согласятся, даже психологи работающие, практикующие, что очень часто люди придумывают, создают себе проблему на пустом месте, потому что им кажется. А кажется почему? Потому что нет ясности. То есть когда у человека нет достоверной информации, либо нет конкретики какой-то, он начинает себя придумывать. У нас устроен так мозг. Он будет, как только он сталкивается с какой-то когнитивной проблемой, он начинает совершенно по-другому воспринимать, работать, либо наоборот себе что-то додумать. Либо улучшать, либо ухудшать. Но так он устроен, так мы устроены. Почему? Потому что когда нет конкретики, мы себе её придумаем. Либо создадим что-то такое, за что мы сможем зацепиться. Раз он мне не говорит, а у него вообще в понимании, я не должен это говорить. В его понимании он не умеет говорить. Он даже не знает, как это говорить. Солдат любви, я слов не знаю. Он считает, что если он зарплату принёс, или подарил ей кольцо, всё? Или он говорит, ну как вот я её не люблю? Я же ей сделал предложение, мы живём вместе. Ну что я должна ещё её сказать? Я уже сказала, что мне с ней хорошо. Или мне ни с кем не было так хорошо, как с ней. Для него это высший пилотаж. Это такой пентакливый мужчина, который считает, если я с ней делю свою любимую кровать, либо если я даже дал ключи от своего любимого автомобиля, это уже высшее проявление любви. Вот допустим, паж мечей. Карта называется карта остроты. Вот практики, которые уже знают карты, мы понимаем, что это немножко другое значение. Да, это призма ума, да, это наши страхи, да, это наши мысли. Но здесь как осторожность больше, острота, да, определённая бдительность. Да, тема подходит, но это настолько многоградное описание чувств по этой карте, то, что можно даже использовать в обычной колоде, когда мы рассматриваем пажа мечей. Потому что это как дополнительные значения, то, о чём мы никогда даже не думали. Потому что на самом деле, действительно, по пажу мечей мы очень часто можем сталкиваться с такой ситуацией, когда ему что-то незнакомо. Ему реально нужно изучить. Потому что почему человек опасается, почему он присматривается, почему он следит, почему он переживает, потому что он не знает. Он столкнулся с чем-то, что он до этого не знал. То есть у них разный менталитет, у них разный образ жизни, допустим. У них до этого были совершенно разные отношения. И ему надо... Конечно, у него будет возникать страх, у него будут возникать опасения, он будет что-то придумывать, он будет присматриваться. То есть здесь совершенно по-другому рассматриваются эмоции. И плюс, что еще самое важное, да, в этой колоде есть, почему она называется магия наслаждения, либо сексуальная магия. Здесь на каждой карте, на каждой карте изображены определенные символы, имеющие отношение к средневековой магии. Потому что создавалась итальянкой, там это немножечко по-другому поддерживается, по-другому передается. Но если кому интересно, могу даже посоветовать, вот где тут какая-то магия миндаля. А тут, да, действительно, здесь, ну, просто в наших широтах миндаль мало использовался. У нас никогда в логике у нас даже не возникнет, что здесь миндали, это как раз про счастливый брак, про сексуальные отношения. Да, орехи, мы понимаем, что орехи у нас для мужчин полезны, для того, чтобы фертильность ему повысить. А миндаль у нас, вот у меня тогда, допустим, такой ассоциации не было. Поэтому очень интересно изучать, смотреть. Кому интересно, можете глубже почитать. Но я все это даю, опираясь именно на вот таких авторов. Если у вас будут вопросы, откуда я это беру. Карта, это колода не масонская, там мало масонских каких-то символов, там есть определенные сочетания, но здесь больше из психологии. Здесь больше, здесь автор опирался на работы Юнга, на труды Юнга и на его последователей. Затем использовались практические работы Томаса. Могу ошибаться, Мур. Он очень много, кстати, очень много взято цитат из его работ, из его книг, потому что такой очень сильный романтизм, для предания очень сильного такого романтизма. Но, конечно же, старшие арканы, есть старшие арканы, и там очень глубоко у нас рассматривается тема философии римской, греческой. Это как раз то, о чём я вам говорила. Как на фоне, либо на примере определённых богинь раскрывается психотип женщины. Как раскрывается сама по себе женщина. Да, вот, допустим, если мы рассматриваем архетип богини-девственницы. Это у нас верховная жрица. Здесь у нас рассматривается прототип Артемида, Афина и Гести. Не обязательно всё соединять вместе, но если вы почитаете психотипы, вот именно психотипы этих богинь, вы поймёте более глубже эту женщину, которая будет описана этой картой. Здесь можно долго-долго говорить, лучше, конечно, послушать одну лекцию. Потому что, по-моему, там полчаса я буду рассказывать про этот архетип. Я буду рассказывать не то, что здесь написано. Это такое пособие, методическое пособие, которое идёт в подарок, где просто написаны краткие выдержки, чтобы человек, ученик, понимал, о чём идёт речь. Сейчас мы будем говорить о Фине, Аннагесте, Артемида. Они имеют отношение к этому прототипу. Есть у нас, допустим, Гера, богиня, жена Зевса, как формируется и образ. Жена, что такое Гера, хранительница домашнего очага? Это женщина, которая всегда будет за семью. Так, все руки убрали, то есть она там козни строила, она разбиралась со всеми его любовницами, но она блюла, не знаю, перегла свою семью. Это прямо вот такая женщина-воин, но в то же время она богиня, именно покровительница верности и семьи. Да, немножко жёстко. То есть такой прототип женщины жёстко. Ну, с другой стороны, если почитать её жизнь, то с Зевсом по-другому и не получится. То есть, я не хочу долго вам рассказывать эти сказки, но это действительно очень интересно. Либо, допустим, Психея, да, богиня Психея, она отношения описывает, как вот её отношения с Эросом, да, Эрос любил Психею. Тоже определённый стереотип отношений, который мы рассматриваем, который может развиваться, который вот на этих картах можно посмотреть, потому что они все пересекаются. Адам и Ева, да, мы там будем тоже рассматривать. Затем, допустим, да. Я с девочками соглашусь, кто слушала ваши отзывы. Это действительно про то, чтобы любая... Вот, знаете, в первую очередь ты разбираешься в себе. В первую очередь ты разбираешься в своих собственных отношениях. И вся эта колода направлена на то, что сила в женщине не в слабости, да, как люди говорят, сила женщины в слабости, а в мягкости. Сила женщины в мягкости. Это именно вот вода. Это колода, которая учит или как бы направляет... Многие спрашивают, как проработать в себе в женщину. Вот, это прям такой вот живой инструмент, как в себе проработать в женщину. Потому что вода, она, ну, знаете, говорят, капля камень точит, она мягкая, она течёт. Но вода, которая течёт, она может расколоть этот камень. Она может отшлифовать его. А может просто его сместить, снести и вообще просто где-то окажется, где-нибудь там снесёт волной, выкинет на берег. Казалось бы, вода нежная, податливая. То есть вот эта колода про то, что можно нежностью, слабостью... Вот не слабостью, да, она как раз не про слабость. Она про то, что только сильная женщина может быть мягкой, да, казаться слабой. А в мягкости женщины, очень женская, вот ей, ей легко работать с женщиной. Потому что, когда глубоко начинаем рассматривать каждый аркан, либо какую-то ситуацию, потому что здесь, допустим, каждый, каждый аркан младший, он про ситуацию жизни. То есть чем он хорош? Потому что если мы будем брать обычную колоду, там система. Там система, и мы на занятиях предполагаем, рассматриваем какие-то ситуации, которые могут описаны быть этой энергией. На этих картах здесь конкретно уже берётся... Так, давайте, что ли, младшие арканы. Прямо берётся ситуация жизненная и описывается. Вот, допустим, да, возьмём семёрку Пентакли. У нас это карта Ждуна, а здесь только аркан усталости. Просто аркан усталости. Рано или поздно в любых отношениях наступает такая ситуация. И как из неё выйти? Здесь PDF, который я вам показываю, это как раз специальное приложение, такое краткое. На лекции, конечно, я рассказываю больше. Там целая лекция, по полчаса на каждую карту. Но это просто как... Вот чтобы вы просто понимали, насколько глубокое отличие. Насколько глубина понимания взаимоотношений. То есть по семёрке Пентакли... Вот мы взяли эту семёрку Пентакли. Ну, ждёт, ну, недоволен результата. А здесь пауза в развитии. Иногда хочется отпустить. Иногда мы думаем, что дальше делать. Иногда мы вроде бы и пытаемся сохранить. А иногда эта карта... Что нас советует? Успокойтесь. Дайте возможность просто побыть рядом. Вы просто иногда... Дайте возможность побыть наедине друг к другу. Да, без. Избавьте себя друг от друга. Дайте друг другу отдохнуть. Ну, и, конечно же, тут будет магия. Магия семи узлов. Магия, когда завязываются определённые узелки на энергетическом уровне и на уровне определённых ритуалов. Как называется? Как завязываются энергетические узелки? То есть каждый раз, когда люди проходят через такой этап семёрочки Пентакли, они переходят на новый уровень. На самом деле, если мы будем рассматривать отношения, если мы будем рассматривать, допустим, психолога, когда у людей страстные или какие-то скандалы, после скандалов очень часто наступает примирение, люди успокаиваются. Знаете, ещё больше страсти. Ну, есть такие пары. А вот иногда бывают такие ситуации, когда тяжелее всего пройти семёрку Пентакли. Вот именно вот это уныние. Потому что из этого нет вот этой резкости, нет вот этой глубины, нет вот этого, чтобы рубануть с плеча. Она может тянуться бесконечно. Казалось бы, да, семёрка Пентакли, она по-другому здесь совершенно рассматривается. И в этом вот интерес, то есть почему, опять же, я повторяюсь, она будет интересна психологам. То есть интересна торологам, которые изучают психологию, которые хотят быть более глубоким профессионалом, более серьёзным профессионалом в своей сфере, потому что конкуренция достаточно высокая, да, и как мы можем бороться с конкуренцией? Только профессионализмом, только через профессионализм, да, и саморазвитие. Так эта колода будет интересна и психологам, и другим помогательным профессиям, коучам. Почему бы и нет? Потому что очень часто даже в тетахилинге используются карты маг, да. Вот я знаю карты маг, я их изучала, мне интересно, ну, там больше немножко про другое. Там человек тебе приводит какие-то определённые ассоциации. А здесь, ну, как специалист должен это делать. Но здесь реально даётся такой кладезь знаний, что мне надо ломать голову и что-то придумывать. Тебе просто вот эта Лаура Туан, она берёт к каждой карте и прям описывает все ситуации, которые могут складываться. Можно, сейчас самый частый вопрос, который есть, это ещё можно ли колоду применять для себя? Не можно, а нужно. Опять я возвращаюсь к тому, что можете даже посмотреть отзывы. Практически, я сама скажу по себе, очень многие, на многие вещи начинаешь смотреть совершенно по-другому. И здесь очень потрясающая карта, про которую будет говорить Мария, она действительно очень интересная. И я это значение никогда не использовала до того момента, вот сколько там, там несколько лет, ну, колода-то вышла, потому что в 16-м году я её приобрела, наверное, на 17-м или 18-м, начала с ней работать. Так вот, из этой колоды я взяла значение колесницы, что сила мужчины в мягкости его женщины, в слабости его женщины. То есть здесь она своей мягкостью, да, здесь она своей вот этой вот податливостью, она своей вот этой нежностью делает из него сильного мужика. Она, она благодаря своему вот этому поведению делает из него сильного победителя. То есть это, по идее, о том, как женщина ведёт мужчину, не прикасаясь к нему, по сути. Потому что он ради неё готов прыгнуть сейчас вот в эту колесницу, пойти там, не знаю, побороться с кем-то, завоевать кого-то, доказать ей что-то. Лишь бы только вот она так лежала тихонечко и им восхищалась. То есть здесь помимо того, что просто все скатываются в то, что он женщину пытается удовлетворить. Да, конечно, это тоже, это не без этого, понятно. Но это же символ... Ну, сейчас хотела... Ладно, не буду вам раскрывать все тайны. Да, это как раз про Аполлона, это как раз про вот этого красавца Аполлона, который здесь изображён. И который действительно... Ну, знаете, не буду углубляться в этих богов, послушайте на лекции. Как раз вот именно о том, что он чувствует себя героем и победителем, даже иногда ничего не делает. Но когда мужчина уже поймал этот кайф, когда он уже один раз почувствовал себя этим героем, поверьте, он сделает всё, потому что это вещь такая, вот на неё подсаживаются мужчины. Если он один раз почувствовал себя героем, победителем, вот этим вот крутым чуваком на колеснице, он сделает всё ради этой женщины, чтобы она ещё раз подарила ему это чувство. Вот в этом колесница. Потому что он будет делать всё, чтобы удержаться на этом коне, сделать всё, чтобы удержаться на этой колеснице. И вот до этой колоды я это значение вообще никогда не использовала. Оно пришло мне отсюда. То есть я нигде его не видела, я нигде его не читала. И чем больше значения вы знаете, тем больше у вас возникает определённых ассоциаций, когда вы работаете. То есть я бы, да, можно как-то к этому подойти. Мы долго её раскрываем. Опять же, полчаса мы говорим про эту карту. Мы долго раскрываем психотипы того же Аполлона, психотипы той же женщины, которая, опять же, рассматриваем ту же Афродиту, которая имела различные... То есть она состояла... Это не то, что говорит, что она такая нехорошая. Просто богиню Афину раскрыли как жену, как любовницу, как воина, как богиню плодородия, как бизнес-вумен. То есть эта женщина, это богиня, которая смогла... Ну, богиням всё позволено, они живут долго. Раскрыться в различных ипоставах. То есть, опять же, психотипы. Потому что есть богини, которые чётко соответствуют определённому типажу, да, там богиня-сестра, богиня-воин, которая полная воинственная, богиня-мать, в которой проигрываются безумно ярко выраженные материнские чувства, и она не видит, что это же перекос, не может состояться как сексуальный партнёр, не может состояться как любовница, потому что она вся мать. Это как раз вот в этой колоде. Кто из них, кто из вас мать, а кто из вас любовница, да, психотипы. И круто, когда мы можем совмещать в себе... Вот эта фраза «стать Афродитой», то есть совместить в себе вот эти все качества, стать вот этой идеальной женщиной Афродитой по всех её наилучших проявлениях. Понятно, что есть негативные стороны у всех, да, как вы... Итак, для себя это наилучший инструмент, потому что как она работает? Ты берёшь, достаёшь себе карту, раскладываешь, и ты начинаешь вспоминать истории, которые я рассказывала на урок, либо ты начинаешь вспоминать вот эти ассоциации. Прямо конкретно, что я должна отсюда взять, что... где у меня здесь перекос, где у меня здесь недочёт, и вообще, что мне хотят рассказать карты. Потому что здесь конкретно карты, когда людям, допустим, не хватает романтики, людям не хватает... вот, допустим, отличия, да? Отличия... ну, просто досталось... сейчас я найду вам на экран, выведу. Та же десятка кубков. Казалось бы, карта семьи. Здесь она раскрывается немножечко по-другому, десятка чаш. Да, вот обратите внимание, десятка чаш. Казалось бы, семья. Всё прекрасно. А здесь дать немножко мужчине свободу, потому что... Женщина здесь очень привольно чувствует. Почему? Потому что у неё уже есть семья. Никуда ты далеко не убежишь. Там всё равно позади ворота закрыты, никуда ты от меня не денешься. А он суетится. То есть, как бы, всё равно должна быть свобода, всё равно должно быть пространство. Да, уже всё было, всё есть. Уже полная чаша всего. Полная чаша любви. Тут не говорят о том, что он её не любит или любит. Да. Но любое... То есть, всё может быть избыточно. Иногда всего может быть очень много. Вот этот... у неё... Перед ней лежит поднос с множеством фруктов. То есть, например, возьми ещё, да. Она, ну возьми ещё. Он говорит, да не хочу я, дай мне вот рыбалку я хочу съездить. Выпусти меня за эти ворота. Да не могу я твои гранаты уже есть. Вот она как раз об этом. То есть, здесь рассматриваются как раз вот эти... Истории, да. Магия чаши, собранный в один сосуд. То есть, да, здесь совместно уже накопленный опыт. Тут уже... Тут и про преданность, и про верность, и про семью. Но здесь и про избыточность стихии. То есть, слишком много воды... Вот тоже очень плохо. То есть, нигде ни в одной колоде, в десятках я этого не видела. Тут именно как раз такая точка, когда нужно научиться сохранять. То есть, научиться сохранять вот это вот обладание, то, чего ты достиг. Ты прошёл огромный путь, ты добился идеальных семейных отношений. Ты достиг вот этого вот, как многие говорят, ой, позавидовали. Да нет, рано или поздно наступает точка определённая, да, когда всего много. Точка переизбыточности, да, переизбыток какой-то на рынке, да, переизбыток продукта. Он что подразумевает? Подразумевает то, что рано или поздно он слетит, да, или переизбыток, ну, цена начнёт падать. Поэтому здесь тоже опасность есть погрязнуть. То есть, надо иногда давать свободу. Тут об этом, что он мечется, светится, он говорит, ну, иди сюда, дорогой. Так дай ты мне куда-нибудь сходить, я ещё куда-нибудь хочу, я не могу уже, у меня уже аллергия на твои гранаты. Понимаете? Она очень интересная. То есть, тут каждую карту берёшь и совершенно по-другому смотришь и видишь ситуацию в отношениях. Поэтому как её можно применять? Колода очень интересная, её можно применять, смотреть как по одной карте, как отдельно на поставленный вопрос, так использовать в раскладах. Можно смотреть, как для проработки психоанализа. Она очень хорошо пойдёт для анализа. Потому что расклады, которые я давала, допустим, своим девочкам, своим ученицам, они в основном были про анализ страхов, анализ поведения, анализ ситуации, взаимодействия, чего не хватает, что нужно прочувствовать, что нужно понять, что я не чувствую, что я не вижу. Она как раз про... Вот чтобы поглубже залезть и там посмотреть. Потому что реально чувство описывать очень тяжело. Вот любит, не любит, а как любит? Ну, хочет, не хочет. А здесь как раз достал и посмотрел. Да, достаёшь карту. Тут как раз Арис, да. Арис и... Что на что способна женщина ради мужчины? Именно... Ну, или по-другому, что может делать женщина с помощью своей, опять же, слабости, с помощью своей энергии, с помощью... Как она его тут укращает? Ну, здесь, опять же, история. Ну, просто достала карту выборочно. То как раз почитайте легенду, историю про Ариса. Интересны младшие арканы. Да, здесь, допустим, я часто говорю, протягивает и зелёный лимон. Вот как можно... Вот это такая ассоциация, реально. Вот у них уже есть даже какой-то опыт. Женщина более опытная, чем он. Я там объясняю своему ученикам, как смотреть прошлое, настоящее, будущее. Потому что здесь везде пересечение прошлого, настоящего и будущего. Она уже с опытом. И она реально понимает, что мужчина не зрел. Она реально понимает, что мужчина ей даёт... Он спешит, он торопится. Либо, наоборот, мужчина понимает, что он спешит. Потому что лимон, когда он созреет, он сладкий. Он имеет определённый аромат и сладость. А здесь такая ситуация, когда она смотрит, она его берёт, но она понимает, у неё уже есть опыт. Она уже понимает, она знает, что из этого может получиться. То есть она не хочет торопиться. Она не хочет спешить, подпускать к себе. То есть, зная это значение... То есть, казалось бы, да, рыцарь Пентакли. Ну, стоит и стоит. Либо другое значение. Человек подстраивается, делает что-то, создаёт комфорт. Это совершенно другое. То есть, колода, она совершенно другая. То есть я вам, вот на примере, просто, вот я рандомно вытаскиваю вам карты. Они все разные. То есть нельзя, невозможно, вот просто невозможно эту колоду... Я считаю, это преступление брать обычные значения и использовать в этой колоде, потому что в неё столько заложено информации, в неё столько заложено любви, в неё столько заложено глубоких знаний касательно отношений. Потому что Лаура Туан – это реально психолог, который занимался... Ну, психолог, психотерапевт, конкретно, который... Вот семейный, который занимался взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, изучал. Поэтому она применима как вспомогательный инструмент для работы, так и для самой себя. В первую очередь, вы разберётесь. Во многих вещах... Что какими... Вот, знаете, как... Иногда ты всё понимаешь, но не можешь подобрать слова, объяснить, как это объяснить. А здесь вот через ассоциативное мышление мы раз и понимаем, как это работает. Для кого курс подойдёт? Для торологов, кто хочет профессионально развиваться и быть конкурентоспособным на рынке. Быстро развивающегося бизнеса, быстро развивающейся профессии. Давайте так, в первую очередь, это вспомогательная профессия. Психологам, которые ищут дополнительный инструмент. Потому что её просто использовать даже чисто для ассоциаций. Вот просто для ассоциаций, да, вот сразу раз и возникает какое-то вот... Ни на одной колоде у нас не изображён рыцарь Жезлов с женщиной в обнимку. А здесь реально он её схватил, вот держит и не отпускает. Потому что, мне кажется, понимаете, что она её отпустит, они без седла едут, и она же упадёт с этого коня. Тут, понимаете? Поэтому психологам это как дополнительный инструмент. Для дополнительной информации для... Вот, я не знаю, я не буду вам советовать, как работает, но это действительно работает. Любым каким-то экспертом, кто занимается отношением, кто работает... Любая вспомогательная профессия, человек, который занимается аналитикой других взаимоотношений. Сейчас я даже не знаю, как эти профессии называются, потому что мне иногда даже клиенты рассказывают. Я занимаюсь тем, что я... У меня есть была клиентка. Она занимает тем, что она помогает писать сообщения мужчин. То есть она помогает выстроить отношения. То есть она помогает вести диалог. То есть такой... Не могу сказать, она психотерапевт или нет, но она помогает девушкам вести начальное... Допустим, начать отношения с мужчиной. Такой вот помогатель, преподаватель, который учит строить отношения. А где по-другому? Нас не учили. В школе это не преподают. Даже при царе была школа благородных девиц, хотя бы там что-то им объясняли, что нужно сделать с этим мужчиной. Нам-то никто ничего не объяснял. У нас не было такого предмета в школе. Сейчас приходится вот самим читать учебники, учиться, постигать мудрость взаимоотношений с помощью богинь, которые жили несколько тысяч лет назад. Ну, может, они жили. Ну, может быть, это просто образы. Но я имею в виду, что то, чем люди пользовались много веков назад. Поэтому любым экспертам в семейных отношениях, любые вспомогательные профессии, которые занимаются именно разбором и анализом про мужчину и про его похоть и желание. Вот это как доставить удовольствие друг другу. Вот это просто романтика, взаимоотношения, ухаживания. Ну, какая-то такая люблятина, такая вот романтическая история, воздушная. Ну, Казанова практически то же самое. Очень хорошо рассматривать треугольники. Прямо специфика колоды. А здесь понормальные человеческие отношения, и как их улучшить. Я очень люблю. Я могу про эту колоду говорить ещё час. Но мне просто... Нет, мне попросили. Поэтому, вот вкратце, подводя итог, о чём этот курс? Этот курс обо всём, что касается любви. Этот курс обо всём, что касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Как вычленить проблему? Как найти? Как увидеть? Как понять? Потому что реально иногда люди очень субъективно относятся к своим отношениям. Ну, знаете, как это говорят? В глазу бревна не видно, а в чужом там соломинку увидеть можно. То есть иногда человек не видит элементарных вещей. Потому что тоже, опять же, очень высокий процент, когда, допустим, женщина обращается, но она не понимает, что умывает что-то. Либо, ну, какие-то её страхи, недопонимания. Бывает так, что и она не умеет любить. Бывают отношения, когда часто женщина не умеет. Вот не умеет. Что-то где-то перекрыло, там, в 14-16 лет. Где-то кто-то обидел, какая-то травма. Это тоже здесь есть. Травма из прошлого. Ну, либо, допустим, не могу поверить, не могу открыться. Потому что здесь очень замечательная такая карта есть, прекрасная. А, тоже, например, карта, где женщина хочет... То есть она должна играть с этим мужчиной, она должна играть в эту девочку. Она должна ему показать, что он для неё важен, он для неё главный. Такая игра в сильного мужчину. Или, допустим, карта, где очень глубокая, но в двух словах, да, вот символизм. Потрясающий символизм. Можно даже просто по описанию. Осень. Опытные отношения. То есть есть какое-то прошлое. Мост через огромную реку, который... Море где-то вдали берега. То есть есть мост, есть что-то, где стоит факел. У нас есть будущее. Я верю в тебя. Я открыта. У меня нет за спиной краплёных карт. Это называется «Я хочу быть твоим тылом». Посмотри, я совершенно открыта. Мне нужен тыл. Мне нужен ты. Она ему шепчет на ушко, да. Она его убеждает в том, что у тебя всё получится. Ты сможешь. Посмотри, я полностью тебе доверяю. А на самом деле там у неё за спиной ящерица. Мудрость, хитрость. То есть женщина, которая... Возможно, она ему не доверяет. Но показав ему свою веру в него... Вот семёрка жезлов, казалось бы. Карта борьбы, карта конкуренции. Здесь совершенно про другое. То есть дать веру в мужчину. Просто показать ему, что я вся твоя, я тебе доверяю полностью. Будь моим тылом. Я совершенно открыта перед тобой. Я в тебя верю. Я верю в твой путь. Я верю в твоё будущее. Опять же, вот она ему шепчет на ушко. Не важно, что она... Она... Понятно, что по ящерице... Не факт, что она... Она прекрасно понимает по ящерице и все нюансы. И то, что он где-то споткнётся. И то, что реально он там не так силён в этом вопросе. Но, поверьте, вера женщины, она очень многое творит с мужчиной. Вот это как раз об этом. И там много таких вещей, много таких интересных карт. Поэтому курс построен на психологии, курс построен на мудрости, которая передаётся от женщины к женщине. Всё, что наработано опытным путём, надо брать и пользоваться. То есть, почему, когда есть такой инструмент, который сделали умные женщины, ну, спасибо этим итальянкам, спасибо этим греческим, римским богиням, этим умам, надо брать и пользоваться. Я думаю, согласятся со мной. Я вам реально советую посмотреть отзывы, потому что я правда читала, слушала с большим удовольствием. И я реально даже в каких-то моментах увидела себя. Потому что, да, я соглашусь, что в первую очередь это для меня. В первую очередь это для себя любимый. И потом, как для работы это потрясающий инструмент для того, чтобы разбираться в глубине проблем в отношениях. То есть, это колода, которая даже не имея проблем в отношениях, натянула какую-то проблему и даст совет, что нужно делать. Даже самая порядочная карта, как десятка кубков, она, вероятно, даст какой-то совет, что у вас... Ну, я вам показала уже. Спасибо.